Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ЭТОН-ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальбин. Более чем по ста польским городам прокатились манифестации за европейскую Польшу, вызванные протестом против решения Конституционного суда страны о верховенстве национального законодательства над нормами Евросоюза. Ранее Конституционный суд Польши подтвердил превосходство Конституции Республики над законодательством Европейского Союза на фоне сразу нескольких вердиктов суда Евросоюза, осудившего действия польских властей. Вот обо всем этом мы сейчас поговорим с известным польским журналистом, главным редактором журнала «Факты против мифов» Дараком Цихловым. Дарак, рад приветствовать тебя! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Дарак, чем обусловлено прежде всего решение Конституционного суда Польши и о каких осуждающих Польшу вердиктах суда ЕС идет речь? Значит, начнем с того, что мы уже как бы то вышли из Евросоюза. Протесты, которые проходили у нас только что, они были как бы то в защите Евросоюза и того, той идеи, чтобы мы в нем находились. В решении Конституционного суда о том, что Конституция Польши стоит как бы то выше Конституции, выше, 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 выше Евросоюза, это не причина сама по себе. Просто эти manifestации прошли в поддержке, в поддержку нашего существования, как бы то в рамках Евросоюза. Почему? Почему Польши допускают мысль, что мы можем покинуть Евросоюз? Ну что ж, у нас уже 6 лет почти при власти, партия крайне правых сил, которая называется «Право и справедливость», это что-то между сильным национализмом и мягким фашизмом. Не боюсь этого слова, я неоднократно употреблял это слово «мягкий фашизм» и практически перестали те, которые правляют нашей страной, обращать внимание на какие-либо законы. Главные проблемы, которые у нас возникли с Евросоюзом, связаны, они связаны с Министерством Юстиции. Просто чтобы иметь как бы то власть пошире и поглубже, правительство Польши решило сделать несколько реформ. Они не совпадали с тем, что было в нашей Конституции. Евросоюз неоднократно предупреждал польское правительство, что если будете выступать против своей Конституции и будете недемократично управлять страной, мы что-то приготовим вам неприятно. Ну вот, Польша ждет больших денег из Евросоюза. Говорим о сумме около 280 миллиардов шекелей. Евро, скорее всего. Не шекелей. Шекелей. Я уже посчитал на шекелей. А, ты посчитал на шекелей? Да. Так что, учитывая, что стоимость, как бы то, ну, один шекель, один злотый, но стоимость на самом деле наших валют чуть по-другому. Так что, чтобы представить себе, о каких деньгах говорим, надо было эту сумму умножить в два раза, как минимум. Евросоюз заявил, что если мы на самом деле не будем чего-то с демократией делать, может быть, получится так, что эти деньги будут ждать нас, но пока мы их не получим. Началась война между нашим правительством, правительством, а Евросоюзом. В то же самое время появился еще один спор. На самом юго-западе Польши существует угольная шахта бурного угля, а вместе с ней действует, работает электростанция. Большая. Она дает электроэнергию где-то для 9% населения страны. Значит, большая. Наши соседи, чехи, два года уже просили наши власти, и местные, и центральные. Давайте поговорим, что делать за той шахтой. Потому что, поскольку она работает, у нас проблемы жизненные появились. В наших домах нет воды, и так далее. Поляки несерьезно относились к чехам. Чехи наконец-то пошли в европейский суд. Суд попросил, чтобы мы договорились с чехом. Начался большой скандал в Польше. Премьер-министр, который все время врет. Он просто врет. Невозможно, чтобы он правду сказал. Он объявил по телевидению, что с чехами все сделано. Все уже договорились, нет никаких проблем. Но только чехи ничего об этом не знают. Еще раз обратились в европейский суд. А суд сказал, что надо срочно закрыть шахту. Если этого не сделаем, нас будут наказывать. Неплохой суммой это 500 000 евро ежедневно. Мы эти деньги платим. Поскольку все это идет на плечи, на спину нашего правительства. Так что началась война правительства, а не поляков с Евросоюза. Поскольку этот суд конституционный, который принял решение, с которого ты начал, абсолютно политически, и он подчинен партии, которые у нас в власти, поляки сказали, все, хватит. Мы боимся, что наконец-то вы нас выведете из Евросоюза. Ну и вот такой генизис. Дарак, хотел спросить вернуться к фигуре вашего премьер-министра. Когда начались манифестации, он в фейсбуке написал, господин Моровецкий написал, я цитирую, у нас те же права, что и других государств. Мы хотим, чтобы эти законы соблюдались. Мы в Европейском Союзе не незваные гости, поэтому мы не согласны с тем, чтобы нас рассматривали как страну второго сорта. Конец цитаты. Насколько вот эти его слова коррелируются с заявлениями о том, что Польша не собирается выходить из Евросоюза? По-моему, здесь, как ты сказал, он просто врет. Да, он всегда врет. Всегда. Я уже не знаю, когда я правду от него слышал. А, если цены электроэнергии или бензина идут вверх, он да, правду говорит. А так нет. Так что неоднократно представители, лидеры партии, которые у власти права и справедливости говорили об этом, что им вообще в голову не приходит то, что могли бы выдвинуть Польшу из Евросоюза. Но поляки им просто не верят. Не верят. Так что все это, чтобы так поближе почувствовать, надо бы еще, как бы то, еще слова не сравнить, а как бы то, надо смотреть на это с идеологической войной, которая на самом деле в Польше началась и идет. Это война чисто идеологическая, поскольку костел католический очень-очень-очень сильно поддерживает это национальное правительство, этих мягких фашистов. Все атаки, которые идут на правительство, как бы то берет на себя тоже костел. Так что страшновато на самом деле. Я был на той самой главной манифестации, которая проходила на одной из центральных площадей Варшавы. Я смотрел на эти толпы, на эту толпу людей, которая собралась. Там очень интересно было. Было не так уж много молодых людей, в среднем лет сорок плюс, на этой интеллигенции. Там никто не ругался. Там пьяных не было. Просто хорошие, добрые люди собрались только для одного. Сказать. Мы никуда не собираемся. Мы не собираемся уезжать из Польши. Мы не собираемся уходить из Евросоюза. Если понадобится, мы докажем, что мы способны защищать будущее своих детей и внуков. Так и этого я делаю. Дарак, еще один вопрос. Не могу его не задать. Меня эта публикация немного напрягла, честно сказать. Я прочитал, что в Гданьске на демонстрации протеста был замечен плакат «Качинский кончит как Чаушеску». Скажи, пожалуйста, насколько его содержание отражает настроение в польском обществе, во-первых, или, во-вторых, это всего лишь чья-то может быть экстремистская выходка, не более того? Нет, это, конечно, экстрема. И не думаю, чтобы среди Польаков были такие, которые бы как раз об этом о смерти для Чаушеску мечтали, так как было там написано. Это было бы для него, для Качинского, за то, что с нами сделал очень легкое наказание. Мы мечтаем, чтобы его просто в тюрьму посадили. И вместе с ним, премьер-министра и других министров. Это наша мечта. Убить его, извините, мы цивилизованный народ, никто не собирается. Дарак, спасибо огромнейшее за очень откровенное мнение, как всегда. Спасибо, рад был тебя видеть, и Бог даст. И одно, Саша. Да, конечно, конечно, журнал. Спасибо, Дарак. Последний номер рекомендую. А я видел, я видел в Фейсбуке на твоей странице. Спасибо. Спасибо, Дарак. Всего самого доброго. Надеюсь, до скорой встречи. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч.